Приветствую вас! Я предоставил ваш вопрос. Вы знаете, давайте мы с вами для нашего канала немножечко о впечатлениях. То есть, как вот мне представляетесь вы? Значит, вот вы пишете, девочка, 21 год. Кстати, вот сразу будет ощущение, что вы себя воспринимаете как некой особь, что ли. Девочке 21 год. Далее, петь не могу построить нормальные отношения с противоположным полом. Нормальные отношения, это вообще что такое? Нормальные отношения. Кто устанавливает норму отношений с противоположным полом? Как бы, где эта норма тогда записана, если вот она есть, да? Если у вас эта норма есть для вас, то, значит, хорошо, нужно таких людей молодых искать. Или, опять же, что значит искать? У вас все есть, на самом деле. Знаете, обычно, когда говорят, что не могу построить отношения с мужчинами, я специально не употребил здесь слово нормальные. Как правило, это проблема с общением, да? Проблема с коммуникацией, проблема с донесением там своих мыслей до человека и так далее. Но всего этого нет. То есть, вы пишите, что у вас нет проблем с общением и так далее. Хорошо. Далее, начинается самое веселое. Вы пишите, все говорят, что красавица итальянского типажа, правильные черты, темные молосы, стройная фигура. Здесь как бы понятно, что вы имеете образ. То есть, вот все говорят вам, что вы красивая, все говорят вам, что вы привлекательная, да? И это создает образ. То есть, вы действительно такая для них. Это здорово. Но проблема в том, что это чревато. Это чревато тем, что, с одной стороны, либо вы чрезмерно неприступны для мужчины, именно в контексте личных отношений. То есть, вот мужчина с вами вступает в отношения, да, и ему тяжело с вами. Он вот понимает, что он не выдерживает вас. То есть, настолько вы, такая красивая у вас итальянский тип, правильные черты, темные волосы, стройная фигура. Он понимает, что ему сложно вас задержать. И, возможно, вы к себе определяете слишком большие требования, да, к себе. Как бы тем самым показывая мужчинам, что вот вы такая, и если он случайно вам как-то вот не угодит, то вы его бросите. То есть, понятно, что, может быть, вы не собираетесь этого делать. Понятно, что вы, может быть, ведете себя с ними искренне. Понятно, что, может быть, вы настроены положительно, но мужчина так чувствует. Это значит, что нужно вам работать, наверное, над своей моделью женского поведения. Как вы, как вы, вот, себя с мужчинами ведете, несколько более подробно. Если вы говорите хорошо, готовите и заботливы, это, ну, опять же, хорошо готовите, вы молодец, но заботливы, это вы откуда знаете, что вы заботливы? Это вам сказал тот мужчина, который вас бросил, например, простите за, может быть, немного грубую форму, но откуда такая информация, что вы заботливы? Общительно. Опять же, откуда? Это вы о себе думаете так, потому что вы общаетесь, возможно, но а люди окружающие, как вас видят, помимо того, кстати, говорят, что вы красавец и так далее. Так, кстати, а что вы о себе думаете? Вот вы начинаете с того, что все говорят, что я красавец. То есть вы ориентируетесь на общественное мнение. Вы ориентируетесь на какие-то, вот, взгляды общества здесь. И, вы знаете, вот эта, вот, ориентация на взгляды общества, она у вас, на мой взгляд, рассказывает везде, везде. Во всем сообщении ваших. То есть это сейчас в обществе бытует как бы такое мнение, что, ну, что вот раньше была мода на, например, как вы пишете здесь, принцев, Аполлонов и миллионеров. Сейчас как бы обратная сторона, что, в принципе, Аполлон и миллионеры, это не модно, это не актуально. Сейчас вот, краткий вот, интеллект и так далее. И вот у меня, я прошу прощения, если ошибаюсь, но у меня вот такое ощущение, что лично как-то вот вы механистично себя оцениваете. Тут вот вы говорите, все, что вы о себе пишете, что вы учитесь, что вы зарабатываете деньги и так далее, и так далее. Это слишком как-то, вы знаете, на области сознания лежит. То есть вы как бы перечисляете свои заслуги, перечисляете свои положительные стороны. Перечисляете их, ну, скажем так, слишком акцентированы, на мой взгляд. То есть чувствуется, что вот вы не понимаете, почему вы не можете привлечь внимание к себе мужчин, да? Вы понимаете, вы такая вот, вы учите, зарабатываете, много читаете, много увлечений и так далее. И вот такой вопрос, а не видит ли мужчина в вас такой активный, такой вот зарабатывающий деньги, имеющий много увлечений, много читающий, умный, образованный? Не видит ли мужчина в вас тот самый, который вот вам нужен, интеллектуальный и так далее, не видит ли он в вас соперника? И не саму ли он вас бросает, что не хочет с вами соперничать? Насколько вы умеете быть слабым, говорит мужчина? Насколько вы умеете давать ему инициативу? Насколько вы даете ему подтвердить, что он у руля? Для мужчины это очень важно. Облагаю, вот, с модели женского поведения вам, ну, в первую очередь, нужно начать. Потому что, очень мне кажется, это бросается в глаза, вот, вот, перечислить мне всех вот этих вот ваших параметров, ну, прям, очень бросается в глаза. Дальше, значит, вы пишите, что вечно мучаешь с мужчинами. Здесь ситуация как бы немножечко другая. Вам 21 год, но по тексту сообщения у меня складывается ощущение, что вам гораздо больше. И дело здесь не в том, что вы старые, нет. Дело здесь в том, что по тексту пишет человек, который, ну, куда больше прожил, чем вы. Я вечно мучаюсь с мужчинами, это вот, знаете, я, ну, опять же, лично я, такие вопросы видел об женщин 35 лет, 40 лет, ну, бывает там 28 лет, вот так вот, да. Там, что было там около 50, около 50 лет, вот. Но не 21, но не 21, понимаете? Откуда у вас 21 год такой опыт, такой опыт общения с мужчинами? Ну, вы говорите, что вечно с ними мучает. Откуда этот опыт? Да. Вы, получается, как? Всю свою сознательную жизнь пытаетесь построить отношения с мужчинами? Вы говорите, что я каждого из своих мужчин любила. Простите, простите. Вы каждого мужчину любили. А сколько эта любовь у вас длилась? Сколько она длится? Вот, можно влюбиться в человека, да? И что? Вот, задавайте один год. Сколько вы, сколько вы мужчин любили? И сколько, поскольку времени вы их любили? Вот, любовь нормальная, вот, если человек действительно любит, да, то вот, ну, как минимум, там, безответная любовь, там, ну, год-полтора-два. То есть, получается, что вот, в последние месяцы иногда, да, допустим, два года это вам 19, еще два года это вам 17, ну, и так далее. И, вот здесь еще один момент, что вы пишете чат, как будто вы, серьезно, гораздо более опытные, чем, и гораздо более, как бы, ну, старше, чем вы пишете. Теперь я делаю вывод, что у вас произошло раннее взросление. Раннее взросление очень, очень явная у вас самостоятельность, очень явная у вас такая вот независимость, ну, для всех, общественная, общественная самостоятельность, общественная. И, при этом, при том, что у вас это есть, вот, именно том, что это очень явно выделяется, что вот вы такая самостоятельная и такая независимая, слишком сильная. Ну, здесь, как бы, невольно возникает вопрос, а почему такое стало возможным? Как это стало возможным, что вы стали такой? А две напраздниваются вам с собой, что семья. Семья. Вот вы еще не пишете, что, где вы живете, как вы живете, одна ли вы живете, но, полагаю, что одна. И, соответственно, если вы живете одна, значит, у вас, опять же, раннее взросление, значит, семья для вас это, ну, семья, получается, спровоцировала вас на то, чтобы вы стали такой. Вот. 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 Вы ничего не пишете про друзей, но говорите, что мужчина должен быть близким другом и верным любовником. В одном лице. Вот. Вот здесь. Вы считаете, что молодой человек должен стать близким другом. В принципе, идея-то хорошая, как бы, вот, именно в своем, в своей концепции, что мы живем мужчином родом стать близким другом и любовником. Но проблема заключается в том, что, видите ли, нужно с чего-то начинать. То есть, вы либо сперва дружите с мужчиной и дружите довольно долго, а потом у вас перетекает это все в любовь. Либо вы сперва становитесь любовником и потом вы начинаете дружить с мужчиной. Но, как бы, исходя из того, что вы написали, я могу сделать вывод, что вы нуждаетесь в близком друге. То есть, мужчина для вас не только мужчина, не только партнер. Да, партнер по любовным отношениям, по бытовым отношениям, да, по интересам, там, важным и так далее. Ну, ты шевет рук. И как бы здесь не было потребностей в мужчине, как заменить кого-то, кого у вас не было в вашей семье, если вы не получали от своей семьи. Вы говорите про интеллект мужчин, вот, вы говорите про, значит, их ум, вы говорите про, ну, соответственно, про, ну, мужскую эрудицию и так далее. И, знаете как, то, что вы описываете, то, о чем вы говорите, это тоже довольно-таки хорошо намекать на то, что вот правильно вам сказала Марина Горикова, да, значит, что, ну, вы спешите, да, вы спешите, и того, что вы спешите, у вас есть мотив спешить. И как бы возникает вопрос, а что это за мотив, то есть, что заставляет вас спешить? Что заставляет вас выбирать мужчин таких, которые вот вас, ну, вот вы говорите, да, что последним не ладилось общение и взаимопонимание. Ну, только выйдет с ним, как-то начинали общаться, выйдет с ним, как-то сблизились, получается, сблизились вы для чего? То есть, что, что вам видит при сближении с мужчинами, да, тоже этот момент очень важен, на мой взгляд. И с ним нужно, с этим моментом нужно разбираться, потому что, если это какая-то потребность, то понятно, что вы, значит, во-первых, понятно, почему вы переносите сильные нервные срывы на этой почве, потому что вы чрезмерно вовлечены в отношениях. Понятно, что вы говорите, что каждого мужчину вы любили, потому что вам действительно кажется, что вы их любили из-за того, что у вас вовлечены, что вы в них умудряетесь, вы к ним стремитесь, и они от вас отдаляются или вас с ними не ладутся, потому что, ну, возникает, как-бы, конфликт между тем, кого вы хотите рядом с собой видеть, и между тем, чего вы хотите от мужчины. Вот, в чем вы нуждаетесь в нем. И, соответственно, по этой причине у вас и возникает такая вот ситуация. Далее, этап. Значит, вы здесь пишите, что, если иногда, значит, так, попадаются люди, с которыми возникает комбайкный интерес, то они в итоге все равно исчезают на первом этапе знакомства. И, видимо, мы выбираем другие девочки вместо меня. Опять же, интерес и контакт, и взаимопонимание. Это хорошо. Но вы такое впечатление, что забываете о том, что мужчина, да, это в первую очередь мужчина. Это ни в коем случае не, изначально, если вот вы знакомитесь, да, на первом этапе знакомства, то это ни в коем случае не, там, какой-то друг, не, там, партнер и так далее. Это мужчина. Кстати, вот, знакомство, тоже очень важно, какая цель, цель, у знакомства, это вот, эээ, тоже очень важный момент, момент. Такое ощущение, опять же, сложилось, что вы говорите про этапы, про вот, эээ, знакомства, эээ, как бы вы все, про все это говорите, эээ, как у некой, такой, ну, налаженной, может быть, схеме. То есть, по этой схеме вы строите отношения с мужчинами, да, и у вас, как бы, вот, своя такая уже проверенная система. Есть первый этап на конкурсе, есть второй этап на конкурсе и так далее. То есть, что имеет место быть? А имеет место быть регламентация. Регламентация. Регламентация отношений. Чрезмерная регламентация отношений, имеющихся быть, это очередная ваша проблема, на мой взгляд, потому что вы пытаетесь, эээ, может быть, и лично все регламентировать. Как себя, свои качества, свои плюсы, свои достоинства, так и отношения, а также людей. Эээ, ну, мужчин, правда, здесь не очень понятно, насколько, но, скорее всего, пытаетесь. Эээ, далее, значит, значит, так, если доходит дело до грешевого этапа и далее, то меня воспринимают как должное, не уделяют внимания, не желают слышать. То есть, смотрите, как-то вообще странно получается. На первом этапе интерес к взаимопониманию какое-то есть, а после его уже нет. Что меняется в этот момент? Эээ, вот, не очень понятно. Вас воспринимают как должное, почему. Здесь снова вам правильно говорит Марина Голикова, что вы позволяете так к себе относиться. Вы, эээ, изначально, скорее всего, очень недоступны, а после вы очень недоступны, из-за этого мужчины, причем, скорее всего, резко, скорее всего, резко. И это мужчина, естественно, расслабляет, особенно, если это интеллектуальный человек. Он понимает, что все, вы его, и зачем вас слушать, зачем вам уделять внимание, и зачем воспринимать вас не так должное. Кроме того, особенно, если вы заботливые, если вы чрезмерно заботливые для мужчины. Я не просто так страшил вас, что такое заботливость для вас. Это тоже очень важный момент, на самом деле. Далее, значит, в итоге, либо мне собрался, либо мне самому приходится уходить. Смотрите, чаще первый вариант, то есть, получается, опять же, вот, здесь чаще первый вариант. То есть, у вас уже какая-то статистика есть, при том, что в Антуке 21 год. Вот, это вот тоже неплохо было бы узнать, сколько у вас мужчин, и по какой причине вы с ними совсем расставались. Там это, ну, вот, если не считать, сколько вам лет, то это вот, ну, гораздо более взрослый человек, чем вы. Значит, чаще первый вариант. То есть, чаще вас бросаете, чем вы, уходите вы. По идее, при всем том, что вы пишете, вам нужно перво уходить во всех случаях. Но вы не уходите, в Антуке 21. Значит, вы растворяете в человеке, вы держите за него до последнего, цепляетесь за него до последнего, пытаетесь отношения сохранить, хотя видите, что вас уже не уважают. Вопрос. Для чего? Что вам медведи на такое поведение? На поведение обесценивания себя. Да. И ответ именно такой, что за внешней рекламентацией ваших достоинств стоит, по сути дела, неуверенность в своей привлекательности и неуверенность в том, что вы можете быть достойной женщиной для своего мужчины. Именно поэтому к вам так относятся. А неуверенность связана, опять же, именно с тем, почему вы стали такой самостоятельный за столько лет. Либо вы просто поспешили и очень быстро от родителей отошли слишком резко. Либо вас что-то просто стимулировало. Но, скорее всего, там, я думаю, проблемы с родителями, мне так кажется. Вот. Значит, думаю, никто из моих дочек меня толком не любил. Ну, опять же, вот есть, как бы, ожидание определенного поведения от человека. То есть, для вас есть некий эталон любви, который вы хотите получить, и теперь вы считаете, что вас не любили. Может быть, любили, просто разочаровали. Может быть, любили, просто поняли, что они у вас так, и потому бросили. Кстати, то, что вас бросили, это гораздо лучше, если вы использовали, делали вид, что все хорошо, а в итоге изменяли, там, или то-то в этом роде. Но, когда вы говорите, что думаете, что вас толком никто не любил, это очень такое, знаете, самоуверенное утверждение, на мой взгляд. То есть, вы не можете знать, как человек относится к вам, и не можете знать, как он любил вас или нет. Да, может быть, вас не устраивало, как он к вам относился, но это уже детали. И с этим не надо конкретно разбираться. С каждым типом отношений, понимаете, надеюсь, о чем идет речь. Я считаю, что молодой человек, так, об этом я сказал, что любовник и друг в одном лице, точно так же, как и в девушках, вот. То есть, тут идея хорошая, но нам взгляд нужно конструктировать реализацию. А значит, так, главное, как говорят, чтобы человек был хороший и видел бы вам личность. Интересно. А как вы думаете, вот, сколько времени нужно для того, чтобы человек увидел в вас личность? А сколько времени нужно, ну, для того, чтобы вы почувствовали, что вас видит личность? Видел ли вас кто-нибудь лично? Знаете ли, когда человек видит другом личность? По факту. Не потому, что вы чувствуете, а по факту, как оно есть на самом деле. Знаете ли вы, например, что человек видит личность в другом, тогда, когда обращается к нему, к нему? То есть, когда человек к нам обращается, он уже видит нас личность. В некотором смысле слова. Ну, думаю, подобная мысль вам, наверное, скорее всего, не приходила. Потому, что вы, ну, говорите слово «личность», но что такое личность? Знаете ли вы, что это такое? Являетесь ли вы личностью? Вот это очень важный вопрос. То, что вы учитесь, что вы работаете, что у вас много увлечений, хобби много читаете, это здорово. Но это не делает человек личностью. Личность из человека – это все-таки немножко другое. Я специально не буду вам говорить, что это сейчас, чтобы вы подумали и попробовали сформулировать, что это такое личность. Вот как вы это понимаете? И соответствует ли вы это? Я полагаю, что, говоря о том, что, чтобы вас видели личность, вы подразумеваете то, что вы видели вас уникального человека и позволяли вам быть собой. То есть, как бы, ценностно относились к тому, чтобы вы такая, какая вы есть. Для этого нужно не просто быть умным, для этого не просто нужно быть интеллектуальным, для этого нужно быть морально развитым, для этого нужно быть духовно развитым. Чтобы понимать, что каждый человек – это индивидуально, что каждый человек в некоторой степени – личность. Но не каждый человек ведет себя как личность. Это нужно понимать. И не каждый знает, что это такое. Сейчас это модно говорить – личность как личность и так далее. Но, что это, знает далеко не каждый. И вы знаете ли вы то, о чем вы пишете? Это очень важный вопрос, на самом деле. То, что вы говорите, что мой человек был хороший и так далее, но, вы знаете, это все как-то, знаете, вот опять же, принижение. Вы, как бы, боитесь, или, может быть, опасаетесь, или не считаете для себя позволительным. А, может быть, вообще, в качестве защитной реакции на возможное осуждение говорите, что не ищу Аполлона в принципе и так далее. Почему у вас эта фраза подсказнула? Вас это обвиняло в том, что вы ищете Аполлона в принципе и так далее? Или вы сами хотели бы это? Но понимаете, что это аморально. То есть, не принимайте свои желания и боретесь с социальным, так сказать, мнением. Это тоже, по-моему, речь. В любом случае, это защитная реакция, что вы не ищете Аполлона в принципе и так далее. Во-первых, в том, защитная реакция на что? Это подавленное желание? Фрустрация? Или это страх перед чем-то? Неуверенность в себе? Обесценивание себя? Кстати, а что плохого в принце в Аполлоне или миллионер? Кстати, миллионеры, если они сами сделали свое состояние, они далеко не глупые люди. Бизнесмен. Как раз разносторонние, развитые люди. Именно так, как вам хочется. Что плохого в принце? Что плохого в Аполлоне? Вот вы говорите, главное, чтобы человек был хороший. Хороших людей не бывает. Понимаете? И плохих, и плохих людей не бывает. Хоть человек вызывает симпатию, открыт души, а бывает нет. Хоть человек вызывает антипатию, отращение, а бывает нет. И даже самое неприятное желание для кого-то является хорошим. Думаю, как-то вот есть вот это вот, какое-то, на мой взгляд, искусственное принижение в том, что вы пишете. Что мне нужен хороший. Мне нужен хороший человек. Кто такой хороший? Кто вообще такое добро и зло? Тоже из области слова, собственно, немножко. Есть ли оно? Есть добро и зло? Есть точка зрения, есть взгляд, есть нормы, есть общественные какие-то устойки, есть традиции. Но нету хорошего и плохого. Поэтому-то как-то вот, знаете, то, что вы не ищете Аполлона, это всё такое писание, что не ваше, как будто бы. Может быть, из книжек вы это потерпнули, может быть, просто вот вы интеллектуально развиты, да? И вот стереотип такой, самый, ну, приемлемый, самый, так, правильный взяли и выбрали. Но есть ощущение, что это не ваше ощущение, что вам нужен другой мужчина, но вы не позволяете себе этого хотеть. Вот мешает вам ваш интеллект в данном случае, вредит он вам, на мой взгляд. Понимаете? То, что менее интеллектуальный мужчина видит вас в куклу, ну, это ясно. Другое дело, почему вы вообще с ними свою жизнь пытались связать, тоже непонятно. Ну, фига разбираться с мотивами. Значит, как выйти из порочного круга? Ну, помимо всего того, что я сказал, добавить я хотел бы только следующее. Знакомство. Обстоятельство, место, направленность, знакомство. Нужно менять. Я не знаю, как вы знакомитесь с мужчинами, но то, что вы знакомитесь с ними неправильно, это однозначно. Знакомиться с мужчинами нужно в другом месте, не ради отношений. Знакомиться с мужчинами нужно всегда в контексте какой-то деятельности, желательно ваших увлечений. Может быть, вы так и делаете? Конечно. Вы этого не уточняете, как вы знакомитесь, но говорите, что у вас много-много увлечений. Может быть, вы так и делаете? Я не знаю. Но, исходя из того, что вы написали, складывается именно такое впечатление, что знакомство вы как-то вострого определенной цели. Когда как нужно в процессе деятельности, постепенно, постепенно сближаться. Поддерживать друг друга, проводить больше времени и так далее. И, самая главная модель женского поведения. То, почему мужчины не видят вас, значит, ту, с кем можно было бы общаться, той, кого можно было бы ценить и с кем можно было бы дорожить. Вот модель женского поведения вам нужно прорабатывать. У меня такое ощущение, что вы из полюса в полюс, из крайности в крайность бросаетесь, впервые вы очень недоступны, а потом чересчур поддаст его, это плохо. Но, опять же, нет ничего удивительного, если я прав насчет резкого взросления, то первичный образ женского поведения, а также мужского поведения, вас довольно искажен. Ну и плюс чрезмерные отношения мужчины и отношения в целом, это тоже очень важный аспект, на который нужно обратить вам внимание. На этом все, согласен с коллегами, хотя бы несколько консультаций вам нужно будет провести. Вот. Если у вас остались вопросы ко мне, буду рад помочь вам. Пишите в личку, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если вдруг напишите дополнение, то напишите в личку, пожалуйста, потому что они не отображаются. И напишите, что добавили дополнение, я прочитаю и отвечу на него. Вот. Желаю вам всего доброго и удачи!